Марк Фегин, адвокат и бывший адвокат. Как вы это пережили? Нормально, спокойно? Пережил что? Ну, то, что вас... Это было прогнозируемо, мы об этом знали многие годы, что рано или поздно это произойдет, поэтому отношение у меня к этому ровно такое, как к давно ожидаемому решению со стороны власти. То, что печально здесь, это то, что российская адвокатура полностью исчезла, как некий независимый институт, потому что, ну, много же скандалов, не только о решении стабсофии. Вот, посмотрите, сейчас большой скандал с преследованием адвокатов за выступления в коллективном письме против башкирской адвокатуры, а это вообще проблема вообще всех региональных адвокатур, что они состоят из мошенников, коррупционеров, паразитирующих на деятельности рядовых адвокатов. То есть адвокатура, как независимый институт, на что она претендовала, общественный институт, она исчезла. То есть она является частью системы юстиции, и в этом смысле лишение кого-то одного статуса роль не играет, потому что де-факто в отсутствие правосудия в России, да, и именно такой судебной системы, какой она сейчас сложилась, это обычная карательная репрессивная система, судов-то в полном смысле нет, им соответствует адвокатура. Вот такая адвокатура нужна в такой системе судебной. Поэтому я не сожалею об этом статусе, поскольку нечего утрачивать. При отсутствующей адвокатуре нечего утрачивать. Но докус к работе вы можете как общественный защитник, да? Что? Как общественный защитник вы можете. Но я вообще, так сказать, прекратил практику широкую юридическую, потому что она не имеет смысла в отсутствии судов по моей категории дел, по политической категории дел, потому что адвокаты сейчас это либо в большей степени люди, связанные со спецслужбами, либо, так сказать, с органами власти, либо со следствием. То есть они зависимые люди, да. Адвокатов независимых очень мало, их единицы. Вы помогли назвать? Я просто не хочу лишний раз делать акцентов, но вот мой друг Вадик Прохоров, который защищает интересы с имени Немцова, несомненно, это независимый адвокат. Несомненно, независимый адвокат. Агора, наверное. Что? Агора. Агора выполняет более широкую функцию, в ней много адвокатов, вещи отдельные весьма полезны, несомненно. Но в целом Агора ведет общественную деятельность, а не политическую. Вот это очень важно. А я говорю о политической адвокатуре. О тех адвокатах, которые штурмуют судебную систему как таковую. Потому что она вот такая, какая она есть. Поэтому пытаться в этой системе находиться и пытаться подстраиваться под нее, с моей точки зрения, этот этап раз и навсегда уже прошел. И поэтому я сторонник политической адвокатуры, когда посредством профессии штурмуется система в целом. Я об этом много раз говорил. Потому что в этой системе совершенно непонятна роль адвоката, поскольку суда нет. Но вы нашли свою роль все-таки. Вы продолжаете штурмовать эту систему и ваш проект, список Путина, это месть в системе, да? Да, это не важно. Или месть это, или законное последовательное действие, или же общественная инициатива. Как угодно ее не назови. Она имеет своей целью обозначение всех тех границ, которые сама эта система создала, да? Границ беззакония, границ репрессий и так далее. Для того, чтобы бороться с этой системой, нужно еще и идентифицировать ее. Нужно ее персонализировать. И именно этим занимается список Путина. Потому что система это не вообще абстрактная, созданная властью, система беззакония. Это конкретные люди. И вот список Путина отвечает этим задачам, поскольку список Путина выполняет функцию персонализации ответственности этой системы. Что это не абстрактные люди, а это конкретные люди с именами, фамилиями, должностями, конкретными деяниями. И список Путина, мне кажется, базово, как ее продолжение, безусловно, этой задачи отвечает. Я думаю, мы добились большого успеха, создав эту базу и привлекая к ней такое огромное внимание и общественности, и иностранных интересантов, разного рода партнеров, и самой власти, кстати сказать. И она очень болезненно реагирует на список Путина. Там цель это, ну, список этот может быть потенциально большим. Потому что это не только окружение Путина, а вообще все те люди, которые, ну, в частности, нарушают права человека. Когда там следователи, прокуроры, в том числе из регионов. Как, а здесь очень много таких политбеженцев, которые, в общем, уехали именно потому, что не смогли защитить свои права в России. Вот эти преследователи, они могут попасть в этот список? Так нет, они туда и попадают. Мы ограничены только физическими возможностями. Надо понять, что наш проект существует на самофинансировании, на энтузиазме, на работе, так сказать, аппарата Форума Свободной России. Возможности очень невелики, и поэтому мы не можем добавлять тысячи людей одномоментно. Потому что это и написание справок, и сбор документов, и подтверждение, проверка, фактчетинг. Значит, у нас бывают ошибки, но редко, редко бывают ошибки. Были примеры, когда мы не того человека, не так фотографии поставили на ту фамилию. Ну, это буквально единица, один-два, вот такие случаи бывают. Но нужно понять, что это огромная работа. Мы не можем всех, кого бы хотели, активисты из регионов, одномоментно, в одну секунду поставить в этот список. Потому что, ну, надо это все проверить, оформить, написать и так далее. И процесс этот идет, активисты из регионов привозят нам огромное количество фамилий. Но вот сейчас, на сегодняшний момент, ну, может быть, это сотни, две, три уже есть фамилии, которые потенциально станут частью этого списка. Но они не могут стать на этом форуме, быть заголосованы все. Потому что наши возможности... А можно голосовать? Да, обязательно. Зачем? А я вам объясню. Чек нарушил, уже права... И тем не менее, за этими решениями, за включением кого-то из фигурантов в этот список, должно стоять коллективное решение. Это не должно быть мнение одного отдельно взятого человека, меня или там руководителя аппарата форума «Свобода России», там, не знаю, Каспарова. Нет, так у нас не работает. Если вам делегировали эти полномочия... И тем не менее, мы проводим... И группы рабочие. Это группа санкционная, это двухэтапный процесс включения. Сначала активисты, волонтеры, заинтересованные лица подают такие досье в санкционную группу. Она проверяет, действительно, в соответствии с какой-то из категории базы списка Путина тот или иной человек. Потом, значит, она проводит предварительную работу, принимает эти досье, принимает эти фамилии, проверяет дополнительно, создает уже полноценное досье. Иногда даже его включает уже, как предварительное. Например, Балиулин, бывший руководитель Центра Э, известный садист, известный, так сказать, своими деяниями в отношении политических активистов по привлечению по 282-й статье. Да, вот он включен сейчас. Но голосовать мы будем только вот на этом форуме за него. Ну, вроде очевидная кандидатура, но тем не менее, нужно все-таки провести это решение. Вдруг его не включат, скажут, нет, не надо его включать. Значит, форум так решил. Ну, хорошо, вы сами устанавливаете эти правила, и, ну, хорошо. Эти форумы, это ваше дело. Мы, так сказать, как ПК, предложили именно такую схему, такой порядок принятия решений, и мы не можем от нее отступать. Хорошо. А дальше что? Вот список есть. Как он будет работать на восстановление попов, на наказание, может быть, да? Ну, смотрите, мы знаем, что список Путина, включающих эти конфигурантов, это потенциальное основание для того, чтобы отдельного рода субъекты политики, международной политики, национальной политики в странах, которые занимаются санкционной политикой, могли черпать оттуда информацию. И поэтому те лица, которые попадают в базу списка Путина, потенциально могут оказаться в каких-то санкционных списках, да? В эти санкционные списки часто попадают люди, ну, хаотические, и американские списки, и европейские. То есть нельзя сказать, что там находятся только те, кто заслуживает находиться в этих списках. Почему? Потому что там есть много тех, кто не попали в эти санкционные списки. Конечно, те люди, которые в списки включены, заслуживают того, чтобы там быть в американские списки, европейские, но очень многие остались вне этого поля внимания. И наша задача это поле внимания создать, чтобы те, кто включает в эти списки, взяли фамилии из нашей базы и внесли в этот санкционный список в Америке или в Канаде, например, в европейских странах. Ну, бог знает, что сложится с Великобританией, она не может сама санкционные решения принимать, пока еще находясь в Евросоюзе, но если она выйдет из последствий Брэксбин с Европейского Союза, то, наверное, они сами самостоятельно смогут создавать свои санкционные списки, понимаете? И поэтому они могут черпать из нашей базы. И наша задача состоит в том, чтобы база списка Путина, Форума свободной России, стала источником для пополнения этих списков. Эта работа идет очень тяжело, я сразу могу сказать. Расскажите, пожалуйста, об этой работе, что вы делаете, механизмы эти все? Ну, вы знаете, мы как делегация Форума свободной России ездили в Соединенные Штаты, встречались в Конгрессе, в Госдепартаменте и ряд других инстанций. Мы постоянно в этом диалоге в Вильнюсе, в Литве ведем диалог с властями одной из стран Евросоюза, с которыми у нас объективно близкие отношения, потому что штаб-квартира Форума свободной России находится именно в Вильнюсе. Мы, конечно, шлем письма, мы пересылаем через почту, значит, нашу базу, так сказать, в эти заинтересованные организации, в трежерис американские и так далее. И я не могу похвастаться, что эта работа дала вот моментальный результат. Такого нет. Это было бы неправдой сказать, что сотрудничество с нами сразу же эти фамилии акцептованы для этих списков. Этого не происходит на момент. Но мы продолжаем эту работу. И мы надеемся, что этот взаимный обмен, вот это сотрудничество, оно приведет к тому, что на самом деле не такое большое количество. Вот сейчас там больше 300 человек в списке, еще 30 сейчас добавим. 330 человек. Так ли уж это много для того, чтобы этих людей, всех полностью, целиком включить в санкционный список? С моей точки зрения, нет. Есть огромная гигантская проблема, и я бы считал свою заслугу, если бы нам удалось прорвать эту плотину, включение в эти санкционные списки на Западе пропагандистов. Там еще витает мнение, что это такие специфические журналисты, они выполняют вот так специфически свою работу и не заслуживают быть идентифицированы как преступники режима. Понимаете? Мне кажется, это гигантская проблема. Усилия, которые мы тратим, они направлены на то, чтобы переубедить западную общественность, что все эти люди, которые вовлечены в пропаганду, а пропаганду убивает, мы понимаем как. Да, мы видели там примеры, несут такую же ответственность, как и те, кто занимается агрессивной политикой, разворовывают российский бюджет, посылают, как в ГРУ, там отдельно, или ЧВК-Вагнера, людей для убийства за границей своих политических оппонентов и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно добиться того, чтобы пропагандисты были приравнены ко всем тем, кто совершает преступления, не только в буквальном смысле, но и в политическом смысле и так далее. И если эта работа была бы нами осуществлена, если бы мы смогли эту переломить ситуацию, я бы считал, это самый главный засуд. А с точки зрения законодательства, например, США, вот как это, насколько это соответствует, подходит, не противоречить? А с точки зрения законодательства, не противоречить, но и прочим. Да, если мы говорим конкретно о пропагандисте, если вопрос об этом, то как раз именно первая поправка, обеспечивающая свободу слова, причем, когда я спорил с конгрессом, они говорят, там не сказано о том, что только свобода слова для американских журналистов, для американских граждан, для всех. То есть они ее понимают широко, американская проправка, как это ни парадоксально звучит, даже для пропагандиста Соловьева является некой защитной функцией, вы представляете? Наша задача показать, что свободу слова, на которой паразитируют, которую злоупотребляют пропаганда и ее, так сказать, главные лица этой пропаганды, российской пропаганды, что они не подпадают под действия этой первой поправки, не подпадают под те законы, которые защищают журналистику, свободу слова, в Америке и любой другой стране. Эти люди ведут целенаправленную политическую работу по разрушению, по разрушению свободы, а не по ее поддержанию. Они не просто паразитируют на этой свободе, в общем-то, они ее разрушают, потому что пропаганду убивает, повторяю. И как вам удается это доказывать? Но есть и юридическая, процессуальная сторона, потому что в Америке, например, есть такой закон Салливана, решение по делу Салливана, где пропаганда признана не частью вот этого процесса свободного обмена мнения и не подпадает под первую поправку. Она выходит за ее рамки. Это первое. Второе. Ведь есть пропаганда, которая осуществляется через сети, анонимные. Все-таки свободой слова люди пользуются, идентифицируя себя. И поэтому всякая пропаганда, которая осуществляется через анонимные сети, она подлежит идентификации как преступлению. Если это установлено, что пропаганда, имеющая целенаправленную деятельность по разрушению политических основ свободного мира. И это произошло в Америке, если вы видели в Пригожинском фабрике троллей, самому Пригожину предъявили обвинения за вмешательство в американские выборы. Заочно, конечно, потому что те там 11 или 15 лиц, которые привлечены заочно к этой ответственности, им предъявлены заочно эти обвинения. Они живут в России, но, значит, их признали не журналистами, не людьми, которые апеллируют понятие свободы слова и так далее, а пропагандистскими, телеведниками, людьми, имеющих политическую цель влиять на выборы в другой стране, в Соединенных Штатах. Значит, уже появились критерии юридические, благодаря которым пропаганду можно вынести за скобки свободы слова и всех прав из нее вытекающих. Вы даете возможность фигурантам списка пойти на попятный, исправиться или что? Дети нараскаются, связавшись с вами, что это за... Смотрите, у нас прямо на сайте внизу, если вы видели, я придумал такой слоган и его поставили. Прощение это роскошь, которой надо заслужить наказание. Конечно, публичное наказание это не значит, что их расстреляют, что их поставят в тюрьму немедленно и так далее. Мы уничтожаем их репутацию, мы идентифицируем их. Ведь им бы очень хотелось бы, чтобы после того, как режим рухнул, о том, что они делали при Путине, забылось. Чтобы им не предъявляли этих моральных упреков, этого политических претензий, о том, что они были людьми, которые создавали основы этого режима. Конечно, не только пропагандисты, но и те, кто воровал чиновники, и те, кто осуществлял агрессивную политику в отношении Украины. Им бы хотелось, чтобы об этом забыли, чтобы это не сказалось на их репутации, профессии, деньгах, положении в обществе и так далее. Наша задача, чтобы это никогда не забылось. У всякого человека есть право исправиться, конечно. Но только это должно произойти тоже публично. Это тоже должен быть акт определенной действия. Если эти люди откажутся от тех деяний, которые сопровождали их деятельность сейчас, в предыдущие годы, право это у них есть. Тогда мы рассмотрим вопрос о том, чтобы действительно их из этих списков исключить или дать возможность публично заявить о том, что они раскаиваются в этой деятельности. Но без этого действия просто порешать, исключите меня, уберите, я не хочу и так далее, так не получится. Были такие люди уже? Такие люди были, они обращались письменно с тем, что они имеют к нам претензии и хотят судиться с нами. Такие лица были. Они обращаются в базу списка Путина, в аппарат, в форум пишут угрожающие письма. Это не раскаяние. С их стороны, это попытка надавить на нас, шантажировать нас, заставить нас, чтобы мы изменили характер своей деятельности. Этого не будет. Я уже много раз говорил, что они этой ситуацией спроят не могут, и она будет идти дальше. Мы переведем на английский эту базу. Мы будем рассылать по их потенциальным местам на Западе, особенно работы, банкам и так далее, чтобы у них была очень сложная жизнь, прежде всего репутационная, для того, чтобы они не имели возможности свободно пользоваться благами свободы, уничтожая ее в свободу. То есть вы не боитесь, что вас засудят там как-то, да? Но пусть подают в суд. Пусть подают в суд. Кто им мешает подать в суд, для того, чтобы мы в открытом публичном суде доказывали, отставили свою позицию. Но им придется предъявить претензии не к каким-то частным лицам, им придется предъявить претензии к организации Форума Свободной России. Репутация Форума Свободной России безупречна, назад, безупречна. Форум Свободной России не отследует агрессивной политики, не захватывает страны соседней. Форум Свободной России не ворует деньги из российского бюджета, обедняя своих же налогоплательщиков. Форум Свободной России не узурпирует свободы и не прекращает политические выборы в стране. Форум Свободной России – это сообщество свободных граждан, которые отстаивают интересы и права своих соотечественников. Но судиться они будут, если будут, защищая свою репутацию. И в Вильнюсе именно нет. Да, да. Юрисдикция вильнюсская, да. Юрисдикция вильнюсская. Но тогда, скорее всего, у них ничего не получится. Ну, я просто уверен, что у них не получится. Здесь же свободный суд, и суд будет оценивать. И еще раз хочу подчеркнуть, ведь для того, чтобы оспаривать свое включение в такой список Путина, нужны серьезные аргументы. Если вы почитаете эти досье, любой почитает, в них только публичная информация. В них есть оценки, но право на оценки не подпадает под действия законодательства. Мы так оцениваем эту деятельность. Ведь они могут апеллировать тому и часто, что меня не осудили, я не признан коррупционером, российским судом, например. И поэтому вы не имеете права утверждать обратного. Это не так. Это не так. Понимаете? И поэтому у нас очень сильная юридическая позиция, потому что вопрос оценок – это вопрос репутации форума. Доверяют ли форуму, который является автором этого, значит, базы списка Путина, ну я вот его придумал, но не важно. Я являюсь частью форума. Это не мой отдельный проект, это тоже важно в чердне. Это проект форума «Свободная Россия». И если чем выше репутация форума, чем честным, беспристрастным, последовательно его считают, тем выше авторитет этого списка. Тем выше его мнение об этих людях, там закрепленное в базе списка Путина. Вы живете в России, Марк. Да, постоянно. Вас свободно выпускают? Время от времени у меня возникают проблемы. Вы знаете, у меня уже дважды запрещали выезд по гражданскому делу. Вот последний раз, значит, я вынужден, к сожалению, исполнять эти решения в части каких-то абсолютно преступных решений суда, там опровергать что-то, зачитывать решения судов, вот один раз было, но это происходит потому, что суд их. Они меня мстят, они меня преследуют. Я не хочу уезжать из России, в общем, пока, потому что, еще раз повторяю, я не нарушаю законов, там, не употребляю наркотиков и так далее. То есть у них нет для этого оснований. То есть меня можно привлечь к ответственности только беззаконно. И поэтому гражданские дела для них это вот такое выгодное пространство, где можно принимать беззаконные решения, просто беззаконные решения. Да, конечно, я дойду до европейского суда, да, я буду судиться, но это на эту годы, понимаете? Пять лет, шесть лет, ну, вот практику, знаете, европейский суд, семь лет. То есть через семь лет кто будет помнить о каком-то гражданском деле, по которому я якобы по 152 статье кого-то оскорбил, кого-то там оклеветал или что-то еще? Никто об этом не будет помнить, когда будет объективно установлено, что нарушены мои права по конвенции прав и свободы гражданина, европейской конвенции. Но тем не менее это борьба, я нахожусь в процессе борьбы. Могу ли я под угрозой там ареста и тогда покинуть Россию? Да, такое возможно. Да, такое возможно, но они должны убедить всех, да, в том, что либо я совершаю преступление, либо они беззаконно пытаются заставить меня замолчать. Они это пытаются все время делать. А как вы думаете, что их останавливает? Публичность, публичность, все. Потому что они могут нести издержки только до определенного момента. Им все время надо постоянно продолжать создавать образ России как некого пространства, где преувеличено мнение о том, что нет демократии, нет свободы, репрессий. Они раз за разом должны изображать, потому что хотят решить проблемы санкционные, проблемы изоляции, проблемы экономические. Хотят решить с западом, а их вот на западе можно решить. И поэтому, конечно, они оценивают риски, когда они кого-то привлекают к ответственности или оказывают какое-то давление, чтобы это не переходило границу. Но это пока, это пока. Можем ли мы допустить, что машина репрессий будет молотить сильнее и в конечном итоге этот молох будет поглощать гораздо быстрее своих жертв и, так сказать, мы увидим какие-то массовые репрессии. А кто бы это исключал? А кто бы это исключал, зная о том, что мы живем в такой стране, как Россия, понимаете? Мы знаем из опыта 20 века, что такое возможно. Поэтому, может быть, я пытаюсь их переиграть, чтобы пережить их, понимаете? Выжить дольше, поскольку я начал свою деятельность там в 15 лет, так сказать, и мне еще 48, я могу увидеть еще их трупы, которые на лафетах проедут на Красной площади. Спасибо.